Здравствуйте! Какое-то время назад встал вопрос о том, почему у орхидей сохнут и древесневеют корни. В общем-то, причин немало. Сегодня мы разберем, ну совершенно случайно такое случилось, разберем одну из причин. Вот, посмотрите, у этой детки Ванды очень много воздушных хорней. Я, как уже говорила, подвесила мешочек с осмокотом, и у нас был очень сильный ветер. И осмокот вот так вот лег на эти два корня. Посмотрите, вот этот корень начал уже раскукливаться, но что произошло? Произошел химический ожог. Видите? И корни с самого начала, Андрей, вснели, и стали сохнуть. То есть большое количество удобрений. Этот пример, конечно, слишком жесткий, слишком серьезный. Но я хочу показать на этом примере, что если вы употребляете большое количество удобрений, особенно воздушные корни страдают от этого. По всей видимости, большое сочетание жесткой воды, удобрений и воздуха создают вот этот вот эффект. То есть буквально высушивают корни, создают такую древесную оболочку, ну почти как дерево, да. Что я хочу показать на этом примере? Удобрений всегда должно быть меньше, чем написано в рекомендуемой дозе. Вот здесь очень мелкая доза удобрений. И все равно, так как она прикасалась к корням, я ее подвешу повыше теперь, конечно. Так как она прикасалась к корням, корни буквально высохли и отдревеснели. Итак, если мы видим, что у наших орхидей воздушные корни древесневеют и становятся сухими, первая причина – слишком большое количество удобрений. Значит, нужно уменьшить эту дозу. Постепенно мы рассмотрим и другие причины отсыхания и древесневения корней. Но вот это одна из очень ярких причин. Когда мы получаем наши орхидеи из теплиц, там им дают очень большую дозу удобрений. И в какой-то момент древесные корни под влиянием большого количества удобрений и воды, воздуха, древесневеют и отсыхают. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечу с удовольствием.